Глава региона поблагодарил руководство фирмы за многолетние партнерские отношения и отметил, что даже в условиях санкции компания не ушла с российского рынка, а продолжала развиваться и укреплять свои позиции. Важный итог подчеркнул Вениамин Кондратьев, что сеть сотрудничает с местными производителями. Около 70 кубанских поставщиков привозят свои товары в магазины «Метро», таким образом поддерживая малый и средний бизнес. Торговые сети находятся в очень жесткой конкуренции, безусловно. Если вам приходится конкурировать, для этого нужны какие-то нестандартные креативные решения. Ну а самое главное, что нужно, это сохранить стабильность, в том числе, о чем я говорил, цены, качества и возможности и жителям края, это больше юридическим лицам в первую очередь, конечно, предпринимателям стабильно по, еще раз подчеркну, демократичной цене приобретать у вас продукцию. У края есть задача поднимать уровень маленького и среднего бизнеса до уровня 50% вашей общей экономики. И это именно хорошее совпадение, потому что основная миссия «Метро» – это реально поддержать и развитие маленького и среднего бизнеса. Джерри Калмис также подчеркнул, что Краснодарский край – инвестиционно привлекательный регион. Вести бизнес здесь комфортно. Поэтому сотрудничество между краем и торговой сетью продолжится. В планах открыть еще магазины, в том числе и в курортных городах. В свою очередь, Вениамин Кондратьев отметил, на сочинском форуме было подписано соглашение, по которому в крае будет запущена франчайзинговая программа. И в ближайшие пару лет будут открыты небольшие магазины у дома. Два таких уже работают в Краснодаре и Выселках.